В последнее время слово «санкции» звучало во всех новостях и заявлениях, связанных с Россией. Вспомните, что Большая Семерка ввела санкции. 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 Мы примем меры, чтобы непозволительные действия привели к очень серьезным последствиям. Пока что санкции Евросоюза были направлены против конкретных лиц, их активы заморожены и им отказаны в визах. Однако идут разговоры о расширении этих мер. Но кто же за счет этого выиграет и кто проиграет? В качестве примера возьмем одну из древнейших игр в мире – шахматы. Давайте представим, что ЕС наложит торговые санкции. Это не слишком испугает Москву, которая может провести рокировку. Вместо соглашения с Евросоюзом о поставках нефти и газа, Россия может переключиться на супердержаву, с которой граничит на Юго-Востоке, на Китай. Эта страна вскоре станет самой крупной экономикой мира и сейчас ищет новые ресурсы и новые рынки. Что это значит для Европы? В случае ужесточения санкций, ее товарооборот с Россией объемом более чем в 400 миллиардов долларов будет поставлен под угрозу. Тогда Европе придется налаживать торговые связи, с кем бы вы подумали, опять же с Китаем. Товарооборот с этой страной уже составляет более полутриллиона долларов в год. Тем самым ЕС загоняет себя в ловушку, давая преимущество Китаю и не преуспевая в своей попытке наказать Россию. Если ЕС не сможет хорошо просчитать свои действия заранее, в конечном счете он проиграет в стратегическом отношении, даже сделав первый ход.